МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Панорама. Здравствуйте. О главных событиях в регионе у изложений журналистов телекомпании Юнион в самое ближайшее время. И сегодня в выпуске смотрите. Несовершеннолетним алкоголь не отпускаются. В Донецкой области продавцы все чаще нарушают закон и продают спиртное детям. Ситуацией разбиралась Екатерина Параханяк. Тактические учения в Горловке прошли областные соревнования горноспасателей. Как справлялись команды со своей задачей, знает Евгения Алдошина. Неделю без электричества. В таких условиях живет инвалид в Макеевке. В ситуации разбиралась Светлана Киктева. Попасть мельчон в кольцо и пробежать эстафету. В Донецке состоялся финал областных соревнований «Веселые старты». Кто стал победителем, знает Александр Блинников. Пиво подорожает, а спортивных площадок станет большим. Так в Донецке намерены бороться с детским алкоголизмом. Сегодня представители городского совета и местные активисты обсудили стратегию работы. Поводом для антиалкогольной кампании стала шокирующая статистика наркологического диспансера. По неофициальным данным, в Донецкой области несколько тысяч детей признаны алкоголиками. Екатерина Параханяк продолжит тему. Несовершеннолетним алкоголь не отпускается. Подобные надписи есть практически в каждом магазине или киоске. Но, как правило, только ими и ограничивается борьба с подростковым алкоголизмом. Большинство продавцов просто не обращают внимания на возраст своих покупателей. Руслану 16 лет. По нашей просьбе он приобрел бутылку пива в киоске. Признается, такая покупка первая и последняя в его жизни. Я не употребляю ни алкоголь, ни табачные изделия, занимаюсь спортом. И мне это характерически запрещено. Продавец в киоске даже не поинтересовался, сколько лет Руслану. Объясняет все из-за невнимания. Просто разговаривала, так прошло автоматически. Беспрепятственно купили пиво и эти несовершеннолетние девушки. Признаются, уже пару раз приобретали спиртное. В ларьках и маленьких магазинах это сделать легче, чем в супермаркете. Продавцы киосков о возрасте никогда не спрашивают. Я подошла к киоску, попросила дать пиво. Продавщица не попросила документов, ничего не спрашивала. Сказала, что можно пить спокойно. Продавец ларька все отрицает. Говорит, девушки, купившие пиво, совершеннолетние. Определила это на глаз. Днем-то молодежь определяешь чисто с виду, потому что с документами они не ходят. Это вечером мы уже не продаем никому. Заместитель главного врача областной даркологии уверяет, употребление пива – первый шаг к алкоголизму. Бутылка пива – это рюмка водки по содержанию алкоголя. А кто одной бутылкой обходится из ребят, которые собрались на детской площадке, а потом ее громили. Одной бутылкой они не обходятся. Три-четыре бутылки. То есть, по сути дела, это получается стакан вина, стакан водки, два стакана водки за вечер. Ну и, конечно, потянет на подвиг. Лидер спортивного движения «Воркаут» Дмитрий Коробков утверждает, отвлечь подростков от алкоголя можно с помощью физических нагрузок. Считает, все больше молодых людей выбирают именно здоровый образ жизни. Так, только за последний год количество участников движения «Воркаут» увеличилось вдвое. Мы конкретно показываем на своих примерах, как можно проводить время по-другому, более здраво, более весело. Мы собираемся на площадках, организовываем тренировки. То есть, грубо говоря, мы показываем альтернативу, здоровую альтернативу алкоголю, наркотикам, табакокурению. Представители городской власти рассказывают, поддерживают любые инициативы борцов за здоровый образ жизни. Необходимо создавать условия для развития, для вариантов, да. То есть, молодого человека или немолодого должен быть выбор. Открытие площадки, на которой есть вторники и воркаут, теперь, скажем так, имеют место прописки в Донецкой официально. Паркур, да, у нас появилось первое строение для паркура. Рассчитывают участники конференции и на помощь Верховной Рады Украины. В одном из законопроектов предусматривается повышение акцизных сборов на пиво, запрет рекламы спиртного и продажа его только в специально отведенных для этого местах. Екатерина Пороханяк, Евгений Красюков, Панорама. Власти региона обеспечат порядок на митинги оппозиции. Об этом сообщил председатель областного совета Андрей Федорук. Акция состоится завтра в центре Донецка. Организаторы планируют собрать 5000 человек. Митинг, который будет прошел в мирном русле, чтобы не было никаких провокаций. А то, как они организуют и какую поддержку они будут иметь у нас здесь, это покажет, я думаю, завтрашний день. И мы все вместе с вами сможем оценить, насколько Донбасс поддерживает оппозицию или нет. Заблокированы аварийные выходы, треснувшие стеклом. Такие нарушения чаще всего встречаются у водителей макеевских маршруток. Они объясняют, авто давно устарели и нуждаются в ремонте. Но перевозчики не спешат обновлять автопарк. Как с нарушителями борются сотрудники ГАИ, видели мои коллеги. А если надо открыть, будет кому-то. Не могут оттуда, поднять даже руку не могут люди. Надо кому-то подбежать, помочь с улицы. За час работы подобное нарушение инспекторы встречают несколько раз. Запасной выход не открывается или вообще не работает. Водитель Виктор Михасев уверяет, что перед рейсом двери были исправны. Во время поездок их могли сломать пассажиры. Пассажиры выкрутили этот барачок и он упал туда. Потому что там, посмотри, что не творят эти пассажиры. Заметаешь каждым рейсом салфетки. Вон цветы сейчас взял, накидал, он целый веник там. Выберутся. Это пассажиры. Повылетают. Подобная проблема в автомобиле Валерия Ермака. После нескольких минут совместных усилий водителей сотрудника ГАИ, двери все же открыли. Однако для этого им понадобилось его убивать ногами. Вот так, ногой надо. На ходу не открывается, так открывается. Просто немного подтолкнуть сами. Ведь дорог у нас нету, где мы работаем. Потому перекосы и все что-нибудь. Автобус нужно проверять после каждой поездки. По словам Александра Коваля, он постоянно придерживается такого правила. В его машине инспекторы не нашли ни единого нарушения. В салоне чисто, стекла целые, запасные люки работают. Это зависит от водителя. Как он будет смотреть за ней. Есть смотровые ямы на конечных остановках. Приехал, если уже чувствуешь, слышишь. Оно все в машине слышно. Тем более в таких автобусах. Макеевские пассажиры нередко жалуются на общее состояние машин. Часто им страшно даже садиться в салон автобуса. Во многом ругают отечественные газели. Во-первых, набирают водителей стоячие места. Люди едут согнутые. Но это вообще не дело. Это не машина. Она вся тарахтит, дребезжит. Ну как, может быть, не страшно. Едешь и боишься. Операцию автобус проводят с 21 мая по 16 июня. Инспекторы проверяют техническое состояние транспорта. Также обращают внимание на количество кресел в салоне, число пассажиров и даже колеса. У нас тут их не ездят, потому что ему, видно, жалко колесо свое. Но разная резина на одной оси встречается. Встречаются и изношенные колеса с боковыми порезами. Это тоже очень сильно влияет на безопасность дорожного движения. В автобусе должно быть несколько выходов. А это еще может усугубиться возникновением возгорания какого-либо. В госавтоинспекции Макеевки своей работой довольны. Только за год число нарушителей в пассажирском транспорте стало вдвое меньше. За управление неисправной техникой шоферов штрафуют. Злостных решает водительских удостоверений. Инга Лапикова, Раман Громняк, Владимир Ребриков, Панорама. Спасти пострадавших шахтеров, потушить пожар, разведать горные выработки. В Горловке прошли областные соревнования горно-спасателей. Своё мастерство показали шесть команд из Макеевки. Димитрова, Шахтерска, Тореза, Горловки и Львова. На учениях побывала Евгения Алдошина. Перед условным спуском в шахту спасатели проверяют всё оборудование. По легенде, под землёй произошёл взрыв. В забое остались два шахтёра. Один рабочий погиб, второй ранен. Главная задача спасателей – оказать первую помощь пострадавшему. Наша задача заключалась лежать смирно, изображать пострадавшего в шахте. Попал под взрыв, будучи на работе. Пострадал, меня спасли. Оказать ему медицинскую помощь, наложить шины, жуты, обсмотреть его, включить респиратор и выдать на свежую струю. Соревнования максимально приближены к реальности. Единственное отличие – место действия, говорят организаторы. Для учений создали условную шахту на поверхности. Предусмотрена комплексная задача. То есть это взрыв, осложнённый пожаром в одной из выработок участка аварийного. Ликвидировать последствия взрыва, восстановить проветривание, обнаружить оттяг пожара, потушить его. На тушение пожара и спасение пострадавших каждой команде понадобилось около 40 минут. За допущенные ошибки участников штрафуют. Судейская комиссия начисляет дополнительные секунды. При оценивании учитывается время выполнения комплекса и штрафные баллы. Нарушение тактико-технической подготовки. Какие-то ошибки в оказании помощи, ошибки при применении оборудования, какие-то недостатки. 31 мая судейская комиссия почитает очки и определит победителей. Команды спасателей, занявшие первое и второе место, будут участвовать во всеукраинских соревнованиях. Они пройдут в Луганской области в первых числах июня. Евгения Алдошина, Георгий Жилич, Панорама. На экологию Донбасса выделят 33 миллиарда гривен. На сессии областного совета приняли программу по защите окружающей среды. План мероприятий разработали по поручению президента Украины Виктора Януковича. В рамках программы «Чисть от бассейн Северского Донца» также построят новые очистные сооружения. Программа рассчитана на 7 лет. По словам Андрея Федорука, это стабилизирует экологическую ситуацию в области и снизит содержание вредных веществ в водоемах. Это одно из таких самых важных мероприятий, потому что река является единственной водной артерией, которая снабжает Донбасс водой. Гаражи и домики под снос. Пляжи Мариуполя продолжают освобождать от незаконно установленных объектов, убирают конструкции, на которые нет документов. Работы провели в присутствии сотрудников городской прокуратуры и местного отдела регулирования земельных отношений. Демонтированное имущество отправили на штрафплощадку. Это не первый рейд на Азовском побережье. На прошлой неделе от незаконно установленных гаражей очищали пляжи поселка Ялта. Работа контролирующих органов в настоящее время находится не на том уровне, которым хотелось бы видеть и должно быть. Прокуратурой будет дана принципиальная оценка их действий. В данном случае, наверное, правильнее будет сказать – без действия. В неделю без электричества в таких условиях оказалась жительница Макеевки. Женщина-инвалид и не может самостоятельно передвигаться. Свет за долги отключили работники макеевских электросетей. По словам абонента, принятие таких мер энергетики не предупредили. В ситуации разбиралась Светлана Киктева. Комнату Раисы Гуминой по вечерам освещает не эта лампа, а эта свеча. Дом женщины сотрудники РЭС отключили от электричества неделю назад. «Продукты был полный, холодильник, все пропало, холодильник не работает, все выкинули, телевизор не работает. Я очень боюсь ночью сама. Даже телефон зарядить, и то мне не на что, чтобы позвонить, попросить кого-то на помощь». Электричество отключили без предупреждения, утверждает пенсионерка. За Светра и Сагуминая платят каждый месяц. Последний раз делала это в апреле. Также на руках у абонента счета на оплату накопившегося долга. Их женщина не оплачивала. «Если бы меня предупредили, что они меня отключат из-за того, что я не погашаю долги, я бы, может быть, даже согласно отдала всю эту оставшуюся пенсию. А так я вот сижу, сидячая, нету ноги, и пойти я никуда не могу, чтобы обжаловать или попросить. Да, может, есть моя вина, но я не могла оплатить. Я в больнице лежала три месяца, и сейчас я сижу петь в нем, не могу с места двинуться». Долг Раису Гуминой за электроэнергию – более 10 тысяч гривен. Его женщина может погашать по частям в течение пяти лет, рассказали в абонентской службе предприятия. Такие условия договора, которые подписала пенсионерка. Оплата должна быть ежемесячной. «В случае отсутствия ежемесячных платежей по заключенному графику, то есть несоблюдения взятых на себя обязательств, энергопоставщик без дополнительного предупреждения имеет право отключить данную электроустановку. Потребителю необходимо обратиться к энергопоставщику, оплатить сумму задолженности по данным соглашениям. В данном случае она составляет около 1400 гривен. И оплатить услуги за подключение в пределах 500 гривен». Женщина рассказала, что 2000 гривен у нее нет. Собирать необходимую сумму ей придется несколько месяцев. Светлана Киктева, Кирилл Иванов, Евгений Сысоев, Панорама. Более сотни роз поздравления грузинское вином. 22-ю годовщину независимости Грузии отметили в Донецке. Гостей принимал генеральный консул Зураб Квачадзе и его жена Тея Эрадзе. На праздники побывала и Ольга Сопронова. В зале проходят последние приготовления. Бокалы наполняют вином и шампанским. Консул с супругой встречают гостей и фотографируются с пришедшими. «Это праздник, конечно, один из самых значимых праздников для каждого грузина, потому что это День независимости, независимость суверенной страны. И дай Бог, я желаю всем нашим соотечественникам, чтобы Грузия просветала, чтобы Грузия была мирной страной, и чтобы Грузия была только хорошей событий, чтобы мы всех радовали этим событиям». На праздники собралось более ста человек. Гости дарили цветы и поздравляли консула с главным государственным праздником. «Мы сегодня здесь пришли поздравить братьев наших друзей по вере и наших добрых друзей, представителей диаспоры, грузинской живущей Донецкой, Донецкой области, с этим праздником. Пожелать грузинскому народу всего самого лучшего, светлого, красивого будущего». «Я хочу, чтобы через полгода народ Грузии жил лучше, чуть-чуть. Не будем уходить далеко мечтами, чем все остальные страны на постсоветском пространстве». Торжественную часть открыли гимнами Украины и Грузии. После выступления консула гостям показали фильм о жизни грузинской диаспоры в Донбассе. Премьеру приурочили ко второй годовщине со дня основания Генерального консульства Грузии в Донецке. После официальной части мероприятия всех угостили грузинским вином. Ольга Сапронова, Евгений Красюков, Панорама. «Цветы, грамоты и поздравления» в Макеевке прошел конкурс «Женщина года». За 12 месяцев в нем приняли участие более 40 представительниц разных профессий. Это предприниматели, педагоги, врачи. Всего организаторы подготовили 18 номинаций. Кого и как наградили, видели мои коллеги. В Макеевке это уже четвертый конкурс. Чтобы поучаствовать в нем, нужно подать заявку. За Светлану Багри это сделали ее коллеги. Женщина работает директором Макеевского политехнического колледжа. Поэтому сегодня в зале у нее была мощная студенческая поддержка. А раз нас заметили, значит мы в городе, значит мы часть этого города. Значит мы работаем не зря. Работаем на благо нашего любимого и родного, нашей любимой и родной Макеевки. Впервые за собственные награды поднялась на сцену Виктория Столика. Главный врач городского центра здоровья уверена, макеевским женщинам под силу любое достижение. Мне очень приятно, что в нашем городе так высоко ценят роль женщины. Знаете, я считаю, что вообще весь мир держится на плечах женщины. И если женщина чего-то захочет, она обязательно этого добьется. В перерывах между награждениями для всех гостей праздника показывали музыкальные номера и звучали песни. Подтанцовывали даже маленькие зрители. Женщины хотят, как говорится, себя показать. И мы рады за то, что женщины, достойные работающие в промышленности, в образовании, во всех отраслях, собственно, нашей деятельности, нашего города, могут сегодня выйти на сцену и могут мужчины, которые сегодня тепло их поздравляют, сказать о них добрые слова. Победителям конкурса вручили памятные награды и грамоты. Организаторы уверяют, в следующем году подготовят еще более грандиозный праздник. Ольга Шилкина, Александр Блинников, Владимир Ребриков, Панорама. Попасть мечом в кольцо и пробежать эстафету в Донецке состоялся финал школьных соревнований «Веселые старты». Дети со всего региона приезжают в угольную столицу седьмой раз. Кому не было равных в состязаниях, знает Александр Блинников. Школьные соревнования «Веселые старты» были популярны еще в советское время. Донецкая область – единственная в Украине, которая продолжает поддерживать идею состязаний. Об этом говорит количество участников, которые приехали на финал. На стадионе «Олимпийский» собралось порядка 500 ребят из 40 школ региона. Для юных спортсменов подготовили несколько эстафет. Нужно показать свои умения в ведении мяча, прыжке на скакалке и скорости бега. Команда из «Весеноватой» потратила год на тренировки, чтобы сегодня стать первой. Приходили на тренировки, у нас не было годзала, мы тренировались в коридоре и в малом зале. Очень неожиданно, что мы тут соревнуемся с командами. Энергия зашкаливает, адреналин очень большой. И, конечно же, волнение. Волнение всегда есть, когда попадаешь на какие-то большие мероприятия. В городских и районных соревнованиях в этом году участвовали более 30 тысяч школьников со всей области. Эти первенства – самые многочисленные в Донбассе, утверждает Алексей Найденко. Здесь нет принципа спортивного соревнования. Здесь именно оздоровительное соревнование. Эстафеты, бросание мяча, ведение мяча. Ну, то есть, то, что ребенок должен делать. И самое главное, я считаю, что мы делаем правильно, это упор на то, что возраст детей 10 лет. Задача – организация массовой физической культуры, целью которой является привлечение людей разного возраста к занятиям физической культуры. Одной из форм привлечения к занятиям, конечно же, проведение соревнований. Среди городов лучше всего выступили краматорские школьники, а среди районов равных не было и Синоватскому. Победители получили грамоты и медали, а также призовые кубки. Александр Блиников, Василий Дмитриев, Панорама. Донецкие альпинисты проложат новый маршрут на Эверест. Его назовут «Донбасский». Инициатором проекта выступила областная федерация альпинизма. Такое восхождение проведут впервые в Украине и посвятят его 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Покорять будут пять вершин. Во время сессии областного совета участникам экспедиции вручили флаг и герб. Их установят на покоренных вершинах. Мы любим Донбасс и мы стараемся новым проектом проложить новую такую особую дорогу на вершину Эверест. Это визитная карточка на вершину Эверест. Проложено порядка где-то 14 маршрутов. Есть разные названия его, но донбасского нет. И мы надеемся, что тем самым мы прославим Донбасс, мы прославим нашу Украину. И таким этот день увидели журналисты нашей информационной службы. Смотрите наши новости, будьте в курсе всех событий. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова